Губернатор Евгений Куевышев принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам о взаимодействии с субъектами Российской Федерации при реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации. Заседание Президиума Совета провел председатель российского правительства Дмитрий Медведев на площадке Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость проектного подхода к решению проблем территорий. Обратил внимание глав регионов на создание проектных офисов по приоритетным направлениям стратегического развития и поручил организовать эффективную работу с нацеленностью на конкретный результат. По его словам, приоритеты подразумевают конкретные задачи и результаты, которые можно потрогать руками. Жилье, хорошие дороги, условия для получения образования, медицинской помощи. Первые результаты этой работы должны быть получены в течение полутора лет. Со стороны Федерации субъектам будет оказана соответствующая поддержка, включающая модернизированную систему дотаций, которые можно будет получить на определенных условиях. Прежде всего, подчеркнул Дмитрий Медведев, к ним относятся развитие экономического и налогового потенциала регионов, сокращение бюджетного дефицита, уменьшение долговой нагрузки, мобилизация расходов. Все регионы, которые дополнительно предъявят темпы роста, будут поощряться специальными грантами. Кроме того, предлагается следующий подход в части налога на прибыль, который подлежит зачислению в федеральный бюджет. Если такие зачисления возрастают в сравнении с предыдущим годом, то этот прирост остается в распоряжении субъекта Федерации. Председатель правительства также озвучил еще одно предложение – укропнение бюджетных субсидий. Руководство страны будет, с одной стороны, спрашивать с регионов за результаты работы, с другой – регионы получат больше свободы в принятии управленческих решений по укропненным субсидиям. Также будет продолжено замещение рыночных обязательств регионов более дешевыми бюджетными кредитами. Для самых низкообеспеченных будет предложено пролонгировать кредиты, предоставленные за счет федерального бюджета. В ходе заседания отмечено, что в регионах России наполнен значительный опыт по реализации приоритетных национальных проектов, созданы рабочие механизмы и необходимые организационно-управленческие инструменты для создания системы стратегического планирования и управления. Так, в Свердловской области работа по стратегическому планированию ведется на протяжении нескольких лет. Принят базовый областной закон, утверждена стратегия социально-экономического развития до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Создается Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при губернаторе Свердловской области. Как отметил лидер региона, вся работа в рамках стратегии 2030 сосредоточена на трех направлениях. Социальный блок, рост реального сектора экономики, сбалансированное развитие территорий. В социальном блоке усилия консолидированы на совершенствовании трехуровневой системы здравоохранения, на образовании, улучшении жилищной сферы, адресной поддержке незащищенных категорий граждан. В территориальном блоке основная цель – развитие муниципалитетов, становление территорий опережающего экономического роста, наращивание транспортно-логистического потенциала области. Отметим, что создание торов является одним из наиболее эффективных механизмов привлечения инвестиций в монопрофильные территории. Как отметил накануне, в ходе пленарного заседания российский премьер-министр, задача заключается в том, чтобы превратить моногорода из депрессивных индустриальных зон в территории новых возможностей, а еще лучше – в территории успеха. Одной из таких территорий успеха в Свердловской области должен стать Краснотуринск, которой в конце сентября 2016 года постановлением правительства Российской Федерации присвоен статус ТОРа. Вице-премьер Игорь Шувалов в ходе заседания отметил, что Уральский город является одним из моногородов, где есть четкое понимание целей и задач по выводу из монопрофильной зависимости не только на уровне власти, но и среди самих жителей. Еще один блок стратегии 2030 направлен на развитие реального сектора экономики. Здесь акцент делается на развитии инновационной деятельности, выпуск конкурентоспособной продукции, создании оптимальной среды для инвесторов и бизнеса. Одним из приоритетов Ельгении Куйвашев считается действие предприятиям оборонно-промышленного комплекса в конверсии производства, переходу к выпуску высокотехнологичной гражданской продукции. Достижение показателей по трем блокам, заложенным в стратегии 2030 – это главный критерий оценки эффективности руководителей исполнительной власти региона и местного самоуправления. По словам губернатора, региональные планы развития коррелируют с федеральными приоритетами, а реализация стратегических направлений развития области идет в тесном рабочем взаимодействии с федеральными органами власти. По ряду проектов, связанных с развитием инноваций, ростом производительности труда, работа ведется в сотрудничестве с Минпромторгом. Уральскую инженерную школу и Центр компетенций область развивает вместе с Министерством образования России. Любые решения, принимаемые на столь высоком уровне, будут оказывать основное влияние на те процессы, которые будут протекать по всей стране, в том числе и в нашем небольшом Артемовском городском округе. Важно, чтобы к решению обозначенных задач как можно более оперативно подключились новоиспеченные депутаты городской думы. На нашей территории накопилось немало проблем, требующих незамедлительного решения. И сейчас не время удовлетворять свои политические и другие амбиции. Нужно, засучив рукава, следуя курсам, обозначенным региональными и федеральными властями, трудиться над улучшением качества жизни своих земляков – артемовцев. Ведь именно они доверили народным избранникам будущее своего муниципалитета на ближайшие пять лет.